Самое тяжелое позади. Максим Малафеев уже давно входит в число сильнейших юниоров планеты в прыжках в воду с 10-метровой вышки, но теперь доказал, что ему нет равных. На первенстве мира, которое на минувшей неделе проходило в Киеве, пензенец завоевал золото в своей любимой дисциплине. Сам спортсмен признается, что без волнения на таких стартах никуда, но он с ним успешно справляется. Стараюсь прыгать, как я умею, ничего лишнего. Ну, вот так это получается. Надо прыгать, как на тренировке. Все. Вот это мне помогает. На протяжении всего турнира и спортсмены, и их наставники были сконцентрированы только на выступлениях. Как ни странно, но помогли в этом в том числе и ограничения, связанные с коронавирусом. Привезли нас в гостиницу. Гостиница примыкает к бассейну. Огородили все забором. Все вот так вот в круг. Бассейн, гостиница, все. Забор. Не входить, не выходить нельзя было. Только вот перемещение, как сказать, по улице из гостиницы в бассейн. И то там двойной забор. Возможно, это в конечном счете сыграло на руку нашему атлету. Одиночные состязания в прыжках с вышки. Максим Малафеев выиграл за явным преимуществом. Ближайшего преследователя, колумбийца Леонардо Гарсию Варелло, он опередил на 25 баллов. К этому успеху пензенский спортсмен добавил две серебряных медали. В парном разряде на 10 метрах, где он выступал в дуэте с Сандрой Рогавой, а также в командных соревнованиях. Это титанический труд. Это буквально, говорим, две тренировки в день. А по сути, это полный световой день тренировочный. Понимаете, да? Вот с утра пришли, там буквально перерыв полтора-два часа. И уже вторая тренировка. Длительные часы в зале. Все нужно досконально отработать. И потом все это вынести на воду. Теперь Максиму Малафееву предстоит попробовать повторить юниорский успех на взрослом уровне. Уже в феврале он выступит на Кубке России, который пройдет в Саратове.